Тема предстоящих выборов интересна и в то же время особенно трудна для тех, кто только вступает на путь взрослой жизни. Впереди еще неизвестное будущее, но студенты-первокурсники уже сейчас знают, каким они хотят его видеть. Мы еще не совершенно летние, чтобы потом и впоследствии их не делали глупых ошибок и убирали достойного кандидата. Пока еще не все участники конкурса стопроцентно уверены в том, за кого пойдут голосовать. Но уже сейчас они прекрасно понимают, молодежь на выборы ходить должна. Как они приходят все на КВН, смотрят тут, что-то новое узнают, что-то интересное. И может быть даже кому-то понравится и будут ходить на выборы, так же голосовать. В этот раз в КВН-игре практически все ребята участвовали впервые. Шутить на тему выборов нелегко признались новички. Многое приходилось исправлять. На редактировании сценариев уходило практически все свободное время. Придумывали много довольно-таки шуток. Потом из этих много шуток что-то убирали, что-то добавляли, что-то переделывали. Ну и сказали так, чтобы было самое то, что надо. Нелегко пришлось и тем, кто оценивал самодеятельность ребят. Выбирать из такого количества начинающих команд непросто. Юрий Алтухов, главный представитель жюри, отметил, основные критерии, по которым оценивались участники – это сообразительность и широкий кругозор. Это те задачи, которые они знают, а некоторые не знают. И вопросы, которые будут получать, они будут неожиданные. Скрыли конверт и увидели вопрос. Вот здесь уже нужно команде поработать, логическую мысль свою развивать, ну и, конечно, немножко знать законодательство. Основная цель таких игр – это широкие возможности для самореализации подрастающего поколения. Готовясь к ним, ребята погружаются в изучение политической ситуации. А это огромный плюс для их дальнейшего развития. Алена Чернышева, Роман Авраменко, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время.